Для 70% выживших в дорожно-транспортных происшествиях людей ремень безопасности сыграл решающую роль. Он снижает более чем в два раза вероятность гибели в случае лобового или бокового столкновения и в пять раз при опрокидывании. Но для некоторых водителей эти цифры только статистика и они продолжают веря в мифы не пристегиваться. Многие уверены, на заднем сиденье ремень ни к чему. Это заблуждение опасно для всех пассажиров автомобиля. Те, кто был пристегнут сзади в случае аварии, не только пострадают сами, но и могут убить впереди сидящих. Если взрослым для безопасной поездки достаточно штатного ремня безопасности, то маленьким пассажирам необходимо детское кресло. Очень актуальная тема на самом деле в настоящее время, потому что, скажем, на территории обслуживания 10-го батальона в текущем году произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть детей пострадали. Безопасность детей, забота родителей, отговорки вроде «ребенок не влезает в кресло» или «мы и без удерживающих устройств выросли» не учитываются ни правилами дорожного движения, ни инспекторами ГИБДД. Административная ответственность за нарушение правил перевозки детей предусмотрена статьей 12.23, частью 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Соответственно, нарушение правил пользования ремнями безопасности предусматривает административную ответственность статьей 12.6 Кодекса и предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. В ходе подобных рейдов инспекторы ГИБДД нередко выявляют нарушителей правил перевозки детей. Но еще чаще стражи правопорядка останавливают тех, кто по-настоящему заботится о своих малышах. Соблюдаем, обязательно используем кресла детские, обязательно пристегиваем детей, всегда перевозим в спецоборудованных креслах. Для юных участников дорожного движения инспекторы 10-го батальона приготовили светоотражающие подарки. Правда, их родителей, нарушивших правила перевозки маленьких пассажиров, это не освободило от штрафа.